Доброе утро, друзья! Оно вот прошел один день, тоже заполнено большим количеством событий, и с перерывом в один день. Я снова сейчас вот нахожусь в парке Байтирек, такой небольшой. Сейчас буду делать то, к чему привык много-много лет, когда занимался активно спортом. Начну с себя приучать и свое тело, и возвращаться снова к такой своей природной выносливости. Раньше выбраться на улицу не удалось, потому что утром у меня прошло занятие. Утром была йога, поэтому только сейчас сделаю в два раза больше, чем первый день. И сейчас я уже работаю с бегом по другому периметру вокруг Байтирека. Сделаю два круга, наверное. Будем понемногу восстанавливать свой статус выносливости. Еще один момент, который я заметил, когда позавчера совершал один круг вокруг бульвара. Один такой интересный нюанс, но он очень обо многом мне сказал. Мое правое легкое было зажато в два раза сильнее, чем левое. я поэтому буду внимательно теперь относиться к этому. Дышать учили еще, когда я был очень активным спортсменом. Теперь нужно это делать осознанно, чтобы выровнять тонус правого легкого, потому что оно, как я еще раз повторюсь, заметил во время первой пробежки, в два раза отстает по насыщению кровью, насыщению кислородом от левого легкого. Вот такой вот момент я заметил. Ровно через час у меня еще одно занятие, занятие онлайн с москвичами, поэтому пока есть время разговариваю, беседую с вами. Самое интересное, что был очень приятный тонус, такая мышечная боль, такая средняя в обоих мышцах бедра, в обоих, но с левой стороны я почувствовал, что все-таки не тот отклик, все-таки больше забилось левое бедро, но значит вот еще и с этим акцентом будем себя восстанавливать поэтапно, от простого к сложному, понемногу, медленно, доброе утро. Еще один момент, в середине бега, который случился позавчера, начала, давайте себе знать, медиальная связка коленного сустава, было ощущение такой, тягучей работы, такая апатичный отзыв такой, немножко такой, медленный, ну и как следствие, скорее всего, вот именно левый, левый коленный сустав нужно привести сейчас больше в тонус, значит мне нужно больше включить миофасциальный релизинг, сделать самому себе массаж полностью от коленной зоны, от области окружающей, коленный сустав, включение мышц бедер, икор, большеберцовой, малоберцовой мышцы, потому что, как результат, проблемы с коленом, сейчас отдаются в левом бедре, прямо закусывает, такая, ну не острая, но такая неприятная боль, а правое бедро абсолютно, абсолютно ровно, ну вот такая вот связь, дорогие друзья, между суставом и мышцей, чтобы не перегрузить пока не готовую сосудистую систему, и все остальные, я делаю вдох на 4 шага, и выдох, на 4 шага, пауза между вдохом и выдохом около 3 шагов, и пауза между вдохом и выдохом тоже 3 шага, метров 100, и я заканчиваю второй круг, левое бедро процентов на 30 стало мягче, скорее всего, в правом легком это проблема связки, которая соединяет диафрагму, скорее всего, с ножкой, то есть ножкой диафрагмы, или с поясничным отделом, или с печенью, потому что там связка укоротилась, а я активно включая дыхание, конечно, работу диафрагмы, массирую ее, сейчас, кстати, от чувства дискомфорта с правой стороны наполовину уменьшилось, насчет коленного сустава, сегодня я буду делать массаж, возможно, в прямом эфире, потому что есть проблема, надо ее решать с левым коленным суставом, ну, смотрите мои выпуски на Facebook, Instagram, а сейчас пришло время сделать заминку, ну, разминка такая условная у меня уже была, повторю, утром было занятие индивидуальное, ну, сейчас делаем заминку, найду место, второй круг закончен, кто дальше будет смотреть, присоединяйтесь, всем остальным отличного дня, и занимайтесь так, чтобы была такая вот легкая испарина по спине, чтобы пот не тек, была такая легкая испарина или легкое такое легкое потоотделение, а сейчас заминка, затем, у нас очень сильно напрягается обе стороны бедра, поэтому можно сделать такую разминку, чтобы потянуть эти мышцы, ну, была бы стена, можно было бы со стеной, но в данном случае, помните, да, мы удаляем, если так сложно делать, то есть, допускаем ногу, и сохраняя спину ровной, растягиваем поясничную, подвздошную и пояснично-подвздошную мышцы, стопу опускаем, несколько минут, полторы, три, просто потянули в эту сторону подвздошной и поясничной мышцы, все три участка, поясничную, подвздошную и пояснично-подвздошную, старайтесь, чтобы колено было над пяткой, и держите осанку. Полторы, три минуты поменяли ногу и то же самое можно делать с прямой ногой, но с непривычки у многих людей закусывает поясницу, потому что и так была нагрузка на квадратные мышцы поясницы, на крупные мышцы спины, поэтому коленочку можно опустить и сохраняя колено над стопой растянуть пояснично-подвздошные мышцы. Опускаем стопу на носок, сохраняем осанку, и просто за счет сил гравитации мышца растягивается. То есть мы добиваемся ее расслабления, релакса, вытяжения, она насыщается кровью и понемножку приходит в нормальное, в обычное будничное состояние. Очень часто страдают малые грудные, sorry, средняя порция ягодичных мышц. Но здесь упражнений очень много, вот, просто переставить ногу и потянуть левую порцию. Очень хорошо использовать стену. Можно это упражнение сделать, наверное, на другую сторону, просто вот таким образом. Теперь тянем с правой стороны широкую фасцию бедра, фасции тензиллят, тянем среднюю порцию ягодичных мышц, естественно, и большая порция тоже тянется. Очень хорошо сделать позы лёжа. Я надеюсь, видно будет в камере. И растянули поясничные мышцы таким образом. Крестец немного отрывается от пола, от земли. Сильно ноги к себе тянуть не надо, чтобы не включать шейный отдел. Апертуру включать не нужно. И таким образом просто одну ногу вытянули вдоль земли, а другую удерживая, немножко, буквально слегка приблизив её к груди. То же самое, что мы делали в пояснично-подвздошной мышце, только сейчас лёжа на спине. Отключаем нагрузку на стопы и с другой стороны также. лёгкие в спокойном ритме упражнения как заминка восстанавливаем ритм сердца, нормализуем рабочее давление, приводим в норму будничную и снижаем частоту сердечных сокращений. очень хорошо сделать скрутки. Сели как вам удобно. Ну, их несколько вариаций. Локов покажу. ноги просто перекрестили в районе голени и противоположный локоть к колену раскрываем снижаем. И в другую сторону. то есть мы делаем вращательное движение остого позвоночника и перемещаем мышцы относительно друг друга по спирали. Очень хорошо растягивается в данном случае широкие мышцы спины с правой стороны. Очень хорошо тянется в осевом направлении квадратные мышцы поясницы. Ну, естественно, идет легкий массаж внутренних органов. Мы как будто выжимаем весь жар. Вообще, скрутки очень показаны горячим людям. Очень помогают охладиться. Поменяли ноги и сделали снова. Продолжение следует... замечательно. На пресс сейчас работать не будем. Это отдельная работа. Хотя, кто-то может поработать тоже неплохо. Что еще можно? Ну, естественно, можно сделать какие-то перевернутые позы. То есть это... Нужно только с опоры. На улице это сложно сделать. Но тем не менее, мы как будто бы... Не как будто бы... Мы снимем нагрузку с кровеносной системы. Ну, это называют саламы сарвангаса, но только она должна быть с опорой. Я даже сейчас ее не буду показывать, потому что ее нужно сделать. Ну, единственное, что вы можете на улице прислонить ноги, находясь спиной на полу, на земле, прислонить вертикально ноги к дереву. Таким образом, минуты 3, 4, 7 у вас включится лимфодренаж, и вы снизите нагрузку, такую, которая была усилена во время бега, на лимфатическую систему. Очистите кровь, приведете в порядок. Ну, и в принципе, это и полезно. Ноги вверх, голова и спина на полу. Очень хорошо подышать и сделать некоторые дыхательные процедуры. То есть, прямо сели, подышали, вот. Ну, это уже делает каждый как может. Так что, до встречи. Через день, возможно, через 2, я снова буду с вами. Снова начну бегать. Также, мне здесь понравилось, вокруг ветерека. Возможно, даже это сделаю по траве, потому что нужно менять покрытие, то асфальт, бетон, дрова, земля, песок и так далее. Будьте здоровы, занимайтесь каждый день. С вами был Нурлан Зен. Ну что, пробежали всю утреннюю душ. Сейчас я попросил водителя. Давайте. Давайте.